Мошенники на проводе. С начала года рязанцев уже обманули на полтора миллиона рублей. Рука руку моет. Когда закон соблюдается, кумовство не работает. Упертый пассажир. В аэропорту Домодедово рязанские зоологи доставали из каршеринга енота почти полсуток. В Рязани открыли мемориальную плиту офицеру рязанского СОБРа Анатолию Колчаеву, погибшему на территории Северного Кавказа. Ее установили на фасаде школы номер 47, в которой учился офицер спецподразделения. Инициатива установки памятной доски принадлежит управление Росгвардии по Рязанской области. Честный, надежный, преданный делу. А заместители командира рязанского отряда СОБР Анатолия Колчаева в этот день говорят только в превосходных тонах. Полковник полиции погиб 9 лет назад на Северном Кавказе. Но и сегодня ветераны и сослуживцы считают его образцом мужества и героизма. Ничто не должно оставаться без внимания, без памяти. Я думаю, что это как процесс очень хорошей, как идеологической работы с молодежью, которые должны знать, что в стране есть герои, которые готовы защищать свою родину, которые готовы рисковать своей жизнью для того, чтобы в нашей стране было мирное небо над головой. Школа, армия, завод, затем полиция. На первый взгляд путь к ордену мужества был типичен. Но героями не рождаются, ими становятся. Мама Анатолия это прекрасно понимает. Перешел вот в СОБР, а я ему еще и сказала, там-то он работал, ни командировок ничего не было, а тут и командировки. Я говорю, сынок, ну ведь так это страшно и тяжело. А он говорит, мам, везде страшно. Рязанская родная для него школа номер 47 теперь гордо носит имя Анатолия Колщаева, который навеки останется героем и для друзей, и для подрастающего поколения. Телефонные мошенники украли у рязанцев почти полтора миллиона рублей. Это статистика всего за первый месяц этого года. Казалось бы, о способах и уловках злоумышленников уже известно все, но нет. Доверчивость по-прежнему Ахиллесова пята наших граждан. Как не стать жертвой мошенников и сохранить свои кровные? Валерий Седов. Пенсионерке Елене Владимировне позвонили за полночь. Человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности банка. Он не делал пауз в разговоре, а только давил на то, что нужно срочно выполнить определенный ряд действий. Пока вы будете спать, у вас вообще ноль будет. Нак так напугали, я думаю, боже мой, кошмар какой. В общем, уже теряешься. И пока человек пытается сообразить, что случилось, с его счета пропадают деньги. Притом из-за действий самой жертвы. А вот другой пример. Пенсионерка, 92 года. Ими женщины не разглашается. Ей позвонил племянник, сказал, что попал в ДТП. Нужны были деньги, чтобы откупиться. Сразу после позвонил следователь и сказал, что за определенную сумму может замять дело. Конечно же, и племянник, и следователь липовые. Все это дело рук мошенников, которые просто наживаются на невнимательности пенсионеров. В стрессовой ситуации те редко перезванивают своим настоящим родственникам и уточняют, что случилось. А это первое, что необходимо сделать, рассказали в региональном ОМВД. Если же звонок поступает от сотрудников банка, то нельзя сообщать личные данные своей карты и одноразовые пароли. Особенно совершать какие-либо операции через банкоматы под диктовку человека по ту сторону трубки. Если же вы или ваши родственники стали жертвой мошенников, то полицейские рекомендуют немедленно обратиться в ОМВД по местному телефону дежурной части или стандартному 112. Иногда родственные связи могут сыграть с вами злую шуку. Казалось бы, пристроил на теплое местечко кого-нибудь из близких и все в порядке. До той поры, как делом не займутся правоохранители. Верховенство закона над кумовством у Марины Романюк. Прокуроры Ермешинского района в 2020 году обнаружили, что в Совете депутатов Азеевского сельского поселения работают близкие родственники – муж и жена. А это является незаконным. О данной ситуации, которая на языке юридических терминов называется конфликтом интересов, депутат, оказавшийся в поле зрения ведомства в установленном порядке, не сообщила. Мер по его предотвращению или урегулированию не приняла. Поэтому факту в Совет депутатов было внесено представление, в котором ставился вопрос о прекращении полномочий депутата. Прокуратура района 25 сентября прошлого года в Кадамский районный суд направлено административное исковое заявление с требованием признать незаконным решение Совета депутатов Азеевского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с отставкой по собственному желанию и его возложении обязанности прекратить полномочий депутата в связи с утратой доверия за неисполнение обязанности по сообщению о возникшем у нее конфликте интересов, а также с непринятием мер по его предотвращению или урегулированию. Иными словами, изначально по представлению прокуратуры депутат уволилась по собственному желанию. А это тоже нарушает закон. Ведь причиной отстранения от должности был конфликт интересов, а вовсе не собственные желания женщины. 11 ноября прошлого года административно-исковое заявление рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. 8 декабря решение суда вступило в законную силу. 21 января этого года Советом депутатов Азеевского сельского поселения полномочия депутата прекращены в связи с утратой доверия. Постковидный синдром – патологическое состояние после коронавируса, которое может сопровождаться различной симптоматикой. С подобным синдромом сталкивался практически каждый человек, переболевший инфекцией. В Рязани для таких пациентов открыли специальный кабинет для диагностики. Его функционал у Анны Герцовской. Оценить свой уровень здоровья и функциональную готовность организма к нагрузкам может каждый житель Рязанской области. Сейчас это особенно актуально для тех, кто переболел коронавирусом. Провериться можно в кабинете здоровья, который расположен в областной консультативной поликлинике, находящейся на территории ОКБ. Это нужно для тех людей, для тех пациентов, которые после ковида ощущают, что качество их жизни ухудшилось, их уровень функциональной готовности, здоровье, он стал ниже, чем был до заболевания. Попадая в этот кабинет, пациент проходит диагностику. Она начинается с измерения роста и веса человека. Выявляются такие показатели, как глазное давление, уровень сахара в крови и многое другое. Существует две ключевые системы органов, которые могут сказать о том, как чувствует себя весь организм. С помощью кардиовизора можно увидеть различные изменения в сердце. Показатели моего сердца оказались в зеленой зоне. Это значит, что с органом все в порядке. Если компьютерная программа заметит нарушение в работе сердца, на экране оно отобразится желтым или красным цветом. В последнем варианте следует сразу же обратиться к кардиологу. Еще один важный показатель – это состояние легких. При появлении одышки стоит пройти определенный тест. С помощью спериметрии можно измерить жизненную емкость и возраст легких. Сейчас мы узнаем результаты. Легкие также оказались в норме. Их возраст, согласно компьютеру, младше меня на 8 лет. Часто после перенесенного ковида можно увидеть возраст легких вдвое старше самого человека. В таком случае следует обратиться к пульмонологу. Есть и другие методики, позволяющие выявить нарушения, на которые часто люди не обращают внимания. Если вдруг какая-то немотивированная жажда, хочется больше пить, нужно подумать о том, нет ли сахарного диабета, потому что в лечении ковида применяется гормонотерапия. И, естественно, это как осложнение может развиться сахарный диабет. Здесь мы можем проверить экспресс-диагностика уровня глюкозы крови. И если есть какие-то изменения, естественно, нужно назначить либо консультацию терапевта, либо консультацию эндокринолога, посмотреть уровень и профиль сахара. Этот кабинет отличается тем, что здесь, в отличие от того же МРТ, который оценивает структуру того или иного органа, используются функциональные методики, позволяющие быстро оценить функциональность организма. В случае выявления любых нарушений пациенты получают направление к узким специалистам. Они получают консультацию кардиолога, пульмонолога, узких специалистов, которые позволяют им с помощью медикаментозных и не медикаментозных методов физиотерапии улучшить свое состояние. Стоит сказать, что кабинет здоровья работает в поликлинике всегда и для всех, не только для людей, переболевших ковидом. В связи с пандемией изначально здесь были обследованы работники ОКБ, переболевшие вирусом. Теперь каждый Рязанец с отрицательным ПЦР-анализом на ковид может проверить здесь свой организм. Мы решили предложить эту систему обследования организма, чтобы выявить на ранних этапах какие-то отклонения в организме, чтобы побыстрее реабилитировать наших сотрудников и ввести их в строй. Ну и теперь мы планируем это расширить и на приписное наше население, у нас, считай, 4 поликлиники теперь в нашей областной больнице, и для населения всего города Рязани и для населения области. Поэтому мы с удовольствием записываем всех обратившихся к нам по телефону с учетом все-таки существующих вот этих ограничительных мероприятий и принимаем по записи всех желающих. Позвонив в поликлинику, вы можете не только записаться на диагностику, но и задать все интересующие вас вопросы. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские зоологи спасли енота в московском аэропорту Домодедово. Полоскун облюбовал капот автомобиля из карширинга для своей зимовки и никак не хотел оттуда выбираться. Мохнатова извлекали из моторного отсека почти 12 часов. Олеся Котровская продолжит. Енот был изрядно напуган, контакт не шел, он не хотел выбираться из своего убежища. Он огрызался, гавкал, собирался покусать всех непрошенных гостей. Операцию по спасению пришлось проводить в плотных сварочных перчатках, которые должны были защитить зоологов от острых зубов и когтей. Даже через перчатки у нас были большие такие плотные сварочные перчатки, и даже через них руки все были в синяках. В тот момент, когда мы приехали, енот был в самом неудачном для спасения состоянии. Те люди, которые его пытались до этого поймать, они его кто-то напугал, кто-то накормил. Поэтому на еду его было не выманить, а по-хорошему тоже не уговорить. И нужно понимать, что енот это довольно суровое животное, на самом деле, которое справляется в лесу с очень крупными хищниками, со своими естественными врагами, волками, рысями. Поэтому просто так его не достать. Кроме того, это древесное животное, и у него лапы, как мы видим, это четыре сильных таких руки. И, соответственно, этими руками он сцепляется во внутренности машины и держится. Поэтому просто так достать его не получалось. Зоологи пошли на ухищрение. Они использовали свой последний козырь. С собой из Рязани они привезли енота по кличке Форест. И надеялись, что, увидев своего сородича, зверек успокоится и вылезет из-под капота. По опыту я знаю, что часто бывает, они идут к сородичу, они друг другом интересуются. И, увидев у нас такого же зверя, как он сам, енот может проникнуться к нам доверием или интересом к своему сородичу и выйти. Мы не раз вот так вот выманивали. Кроме того, когда енот убегает, другой енот по следам. У енотов прекрасное чутье. Они прекрасно знают, куда пошел сородич, даже если прошло очень много времени. И их как разыскную собаку использовать, так же можно использовать разыскного енота. У меня вот в Петербурге есть такой енот, который ищет пропавших енотов. Мы попробовали принести и Фореста в переноски, поставили на капот. И на самом деле они очень сильно заинтересовались друг другом. Тот енотик, которого спасали, даже приподнялся, так понюхал его. Но он уже был напуган, поэтому не вышел на нашего енота. Тогда зоозащитники обратились к знакомому ветеринару. Врач дал транквилизатор. Оставалось только вколоть его. Пришлось использовать эвакуатор. Машину приподняли и еноту сделали укол. Затем зверька отвезли в ветеринарную клинику, где ему сделали прививки. Сейчас животное на передержке. Там енот проведет около недели. А затем его заберет каршеринговая компания, в чью машину он и залез. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова